есть такой инструмент как пушер у него очень удобная лопатка маленькая так вот пушером мы сдвигаем лопаткой сдвигаем кутикулу которая плотно приросла к ноготочку когда мы ее сдвигаем что мы видим мы видим мертвую клетку которая вот она лежит на ноготочке так вот нам нужно обязательно ее удалить потому что если мы ее не удалим у нас будет покрытие на эту мертвую клетку и в итоге эта мертвая клетка рано или поздно она все равно одна к . отслоится она лежит просто так там и соответственно она отслоится с нашим материалом который будет нанесен свежий новый красивый поэтому отодвигаем кутикулу мертвую клетку мы не стараемся счистить мы ее будем убирать фрезу и наша задача отцепить кутикулу от ноготочка можно работать палочкой пушер предмет многоразовый он стерилизуется есть такие палочки апельсиновые они одноразовые ими работать вот так толкать туда нежелательно особенно новичкам так как вы можете создать воздушный карман толкнув ее дальше положено поэтому когда вы взяли впервые этот инструмент вы делаете его на бок палочку эту либо стоя чтобы вы видели что ваша кутикула тщательно отцепилась вот ноготочка вот она поднимается отцепилась и отлично что выбрать пушер или палочку это как комфортно будет вам все мы отодвинули кутикулу теперь мы должны приступить счистить этот птерики эту мертвую клетку с ноготочка для этого я выбрала фрезу с острым наконечником называют ее пламя она может быть синей полоской либо с красной есть два способа водить фрезой по ноготочку сейчас вам показываю первый способ далее вот это расстояние я делю пополам и вот на этом с на этой скорости это примерно 5-6 тысяч оборотов я работаю вам чтобы выполнить маникюр обратите внимание все время держу упор потому что если этого не делать давление на машин на накаток будет разное потому что она у вас на весу вы ее не контролируете когда вы делаете параллельно накоточку ставите фрезой мы двигаемся по ноготочку вот если посмотреть то вы прислоняете ее щечкой как раз а ваш кончик слегка заходит между ногтем и кутикулой ни в коем случае нельзя работать носиком так как вы можете наковырять ноготочек вы просто его запускаете между ногтем и кутикулой а снимаете вы как раз щечкой то есть это от кончика примерно до третья часть 1 3 фрезы так вот положили и уложили на ноготочек и мышиным шагом почему именно короткими движениями нужно делать чтобы не пропилить клиенту ноготочек давление не сильная ваша задача только спилить мертвую клетку которая лежит на ноготочке поэтому сам на каток пилить не нужно вы доходите до бокового синуса это такие места где кутикула переходит уже в боковой валик они называются боковыми синусами правым и левым так вот вы дошли до бокового синуса далее вы фрезочку ставите 90 градусов по отношению к пальчику и аккуратненько проходите просто вниз съезжайте далее попросили клиента помочь вам на бочок повернули пальчик оттянули боковой валик и фрезочкой как техничка из-под дивана всю пыль аккуратненько вы вычищаете выгребаете чтобы увидеть есть ли у вас там еще то чего вы не дочистили плюс вы прокатываетесь фрезой по ноготочку сейчас она делает это не на сопротивление а именно она катается на сопротивление она работает вниз на себя от себя она просто прокатывается так вот я просто прокатываюсь на ноготочку тем самым забираю вычищаю пыль и не смогу повредить ноготочку так как я его не пропиливать можно сделать щеточкой такие выгребные движения и мы видим что на ноготочке у нас не осталось мертвой клетки что она чистая у нас ногтевая пластина работаем мы сейчас только с одной стороной пальчика то есть от середины вот с этим боковым валиком в второй способ это когда вы держите его не поперек пальца ой не вдоль пальчика а немножечко как будто бы вы пытаетесь зачистить и затолкать пыль под кутикулу наклон фрезы тот же чтобы не процарапать не кончиком как будто вы заталкиваете пыль а с самим пузиком фрезы вы оттягиваете кутикулу отталкиваете и тоже мышиным шагом без особого давления доходим до бокового синуса с бокового синуса у кожи вы проходите как раз на кончиком фрезы между ногтем и кожей все положили клиента на бочок оттянули ему боковой валик проработали по коже и точно так же по туда куда бегает фреза по ходу и не на сопротивление вы вычищаете каждом уголочке остатки пыли можете щеточкой посмотреть вот никакого глянца никакого жира кожного не мертвой клетки ничего не осталось все очень чистенько так проходите все 10 пальчиков только от середины вот с этим боковым валиком работаем почему мы не работаем пузиком вот таким вот образом вниз потому что у фрезы объемная пузика если вы пройдете вы процарапаете в ноготочке впадину то есть вы выпилите ноготочек в дальнейшем он у вас будет здесь все время рваться поэтому когда вы доходите до бокового валика до бокового синуса вы поднимаете фрезу и проходите вот таким образом либо вы спрыгиваете с ноготочка проходите по коже и только потом с ноготочка аккуратненько счищаете уже по ходу фрезы мы переключаем фрезу переключаем машинку чтобы она у нас работала в противоположную сторону сейчас она сюда бегает а в обратную сторону она как раз сопротивляется и так работали с этой стороной работали вот таким образом сейчас мы работаем и перебрасываем машинку за пальчик обратите внимание все время держу упор потому что если этого не делать давление на машин на на каток будет разное потому что она у вас на весу вы ее не контролируете уперлись пальчиком и таким же способом как будто бы вы заходите заталкиваете пыль под кутикулу и второй момент что вы кутикулу фрезой узиком фрезы вы просто отталкиваете доходите до бокового синуса также по коже по валику вы спускаетесь средним пальчиком оттягиваете кутикулу боковой валик точнее и аккуратненько как техничка из каждого уголочка мусор выгребаете по ходу фрезы сейчас она сюда просто бегает поэтому мы никак не повредим ногти клиенту проверяем щеточкой выгребаем пыль все ноготочек у нас чистенький все что осталось глубоко в пазухах мы с вами еще будем проходить когда кутикулу отодвигать выворачивать будем все у нас еще пройдется по этим местам поехали точно так же мелкими шажками до бокового синуса по коже съехали оттянули боковой валик выгребаем мусор здесь мертвую клетку и все и все остальные 10 пальчиков таким же способом дорабатываем оставаясь на реверсе то есть наша машинка сейчас на себя она просто бегает от себя она сопротивляется приза мы сейчас будем работать от себя мы должны сейчас поднять кутикулу вот эту вывернуть ее и почистить боковые валики что мы делаем мы оттягиваем указательным пальчиком боковой валик пальчик пальчиком своим уперлись машинка у нас ножа фреза мы проработать проработаем боковой валик с этой стороны убираем сухость и начинаем двигаться к кутикуле носик наш ходит между накоточком и промаксимальным валиком то есть задним валиком вот этот валик я делаю движение в сторону клиента я выкручиваю кутикулу наружу не прикасаясь к накоточку если я буду делать это вот таким образом я буду ей тыкать кончиком в кутикулу будет ей неприятно и я могу намахрить далее я работаю со стороны ногтя так делать не нужно поэтому вы меняете немножко угол и работайте со стороны кожи таким образом вы не сделаете пропилы в накоточке далее у вас остается вот этот боковой валик клиента попросили наклонить повернуть ручку оттянули боковой валик и пузиком фрезы сторону клиента все наверх на сопротивление мы исчищаем мертвую клетку с другого бокового валика вот что мы видим вот она юбка фартук вот этот ремень ремешок юбка кто как его называет появилось мы видим то что нужно удалить переходим к следующему пальчику сейчас наша задача полностью почистить боковые валики и оттянуть и брать кутикулу сейчас я работала с данной моделью одной фрезой только после того как мы подняли кутикулу и положили ее наверх вы можете убрать ее шариком если же вы не положите кутикулу наверх она у вас будет близко к ногтю когда вы наступите на нее она у вас пригнется к ноготочку и вы не сможете это выше удалить ее захват пальчика мизинчиком мы упираемся и поехали мы переключили машинку на форвард то есть она сейчас работает на нас она сопротивляется а в обратную сторону от нас она бегает поэтому так как мы будем работать на себя мы переключаем машинку на форвард так поехали слегка прикасаясь к кутикуле шариком мы стараемся ее держать кутикулу наверху даже помогаем ей еще больше уложиться на валик и после того как она легла на валик мы с легким нажатием начинаем ее перепиливать проходим проверяем обратите внимание я помогаю себе пальчиком то есть я зафиксировала машинку на одном месте а второй ручкой я подкручиваю для своей правой руки чтобы было комфортно все мы ее удалили повторю захват пальчика упор мизинцем укладываем ее на поверхность кутикулу шариком и потом наступая на нее она спиливается удаляется шарик с синей полосочкой если креза не имеет полосы она приравнивается с синей шарик с синей полосы удалили проходим все пальчики мы закончили удалять кутикулу шариком убираем тщательно пыль вышкребаем ее из пазух далее вы кисточкой и обезжиривателем можете пройти в глубоких пазухах убрать пыль а потом уже можно пройтись с салфеткой так как салфетка не может пройти в глубокие пазухи вот вы проходите салфеточкой обезжириваем лишний раз все нам осталось придать форму ноготочкам и мы приступаем к дегидратору и праймеру форму придавать мы будем пилочкой пилочка новая края острые чтобы не поранить клиента вы можете пушером либо апельсиновой палочкой либо старой пилочкой края примять все после того как мы прошлись по краям пилка уже безопасна для нашего клиента форму и длину клиент попросил оставить мы ее освежаем торец боковые линии боковые параллели пилочку следует держать как будто смычок скрипач держит смычок вот четырьмя пальцами с одной стороны и пятым пальцем прижали вы работаете по торцу и с двух сторон не перебирая пилку в пальцах от зоны в роста у ноготочка есть зона в роста под нее ставим пилочку и аккуратненько прочесываем пилочку когда вы запиливаете у вас из-под ноготочка может виднеться вот такая бахрома чтобы эту бахрому убрать пилочку можно держать под наклоном когда вы запиливаете когда эта бахрома уходит либо бафичкам проходите по под ноготочком после пилочки бафин чтобы не было этой бахромы чтобы не было этой бахромы то есть не было этой бахромы джин это